Сады и огороды Приморья Сегодня поговорим о том, как провести обрезку деревьев, научимся черенковать петуни и бальзамины, а еще узнаем, для чего на дачном участке нужно строить голубятню и разводить кроликов. Нашими главными советчиками по дачным вопросам станут садоводы Алексей и Ирина Герасименко. Отправляемся на их дачный участок в Кипарисово. Апрельская погода полна сюрпризов. То порадует теплом, то нахмурится и напугает снегом. А тут еще коронавирус, но календарь напоминает. Апрель. А значит, самое лучшее место для самоизоляции – это дача. Тут тебе и свежий воздух, и никакой скучности. А сколько неотложных дел? Ирина Герасименко советует в первую очередь найти секатор. Ведь пришло время весенней обрезки деревьев. Вот тоже вовнутрь идет. Вот эту мы уберем. Здесь оставим. Эту уберем. Апрель месяц – хорошее время для обрезки плодовых деревьев. Сокодвижение уже началось. Почему раньше смысла нет? Раньше будут хуже заживать раны. А сейчас началось сокодвижение, и срезы зарастут намного быстрее. Поэтому дерево это уже мы формируем несколько лет. Оно невысокое, оно не густое. Но все равно за лето где-то как-то, где-то что-то нарастает. Допустим, вот эта веточка, она вниз, она уже старая, плодушки. Мы ее убираем. Теперь здесь вот трется ветка о ветку. Значит, мы должны решить, что мы оставляем. Вот эта более мощная. А эта ветка, то есть является конкурентом. Но здесь есть плодушки. Поэтому, чтобы не остаться без плодов, мы ее просто подкорачиваем. А летом, когда будут приросты, мы сделаем пенсировку. И у нас уже здесь не будет никаких потертостей, никаких болезней. Николай Гоше говорил, что у хорошего садовника лучший инструмент – это два пальца. Вот двумя пальцами ходить и все лето щипать. Тогда дерево будет небольшое, кустистое. И плодоносить будет очень хорошо. А по весне, да, где-то какие-то вымахали, где-то не достал. Вот, естественно, по весне уже делаем обрезку. Где-то какие-то вот на высоте, допустим, я там не могла сделать. Пенсировку. По низу, по краю, вот здесь все прищипано. И вот они дали приросты мощный. И в то же время здесь она вся в цветочных почках, плодушки. То есть мы при этом ускоряем процесс плодоношения. Потому что если бы вымахала длинная плеть, на следующий год бы мы ее обрезали, оставив 30 сантиметров. Пока опять почки набрали, мы теряем два года. А так за одно лето мы можем получить все, что нам хотелось бы. И в то же время дерево получается невысокое, компактное. И за ним легче, его легче обработать. И лучше собрать два ведра, ну, хороших, чистых, красивых яблок, чем 15, которые мелкие, червивые, попадают на землю. Вы их сгребете и выбросите в компост. Веток не должно быть в середине. Это слива, Аннушка, тоже дерево довольно взрослое. Но в силу формировки оно небольшое, компактное. Сформировано в вазообразной форме. Середина вот пустая, свободно провожу рукой. Вот, потому что сливы у нас часто подвергаются гнилям. В силу того, что у нас дожди идут и туманы. Поэтому, чтобы хорошо проветривалось, лучше всего сливы и абрикосы формировать в вазообразной форме. Вот, все веточки, что вырастает вовнутрь, мы убираем. Веточки, которые растут наружу, мы подкорачиваем. И самое главное еще, нужно не только любить свой сад, но и любить себя. В каком плане? Приходилось бывать в садах, где по дорожке не пройти, потому что ветки так раскидались, и бедные хозяева стоят на четвереньки и подползают. Надо смотреть. Если вы понимаете, что летом эта ветка будет вам лезть в лицо, подкоротите ее, она все равно будет плодоносить. Вот эти плодушки останутся. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». 1 апреля вышел свежий номер журнала. И если вы планируете заняться посадкой клубники, читайте статью «Достойные кандидаты на клубничную грядку», чтобы правильно выбрать сорта. А в следующем сюжете узнаем, как перезимовали персики, для которых осенью был построен аквариум. Укрытие с поликарбоната с фанерной крышей. Вот это сооружение не теплица. Это сооружение для персиков. Персики здесь растут в открытой форме. То есть они растут, как им положено, вертикально, без всяких пригибов, ничего. Были укрыты просто мешковиной, обмотаны, и все. Вот, перезимовали очень хорошо. Привиты они, правда, на абрикос. Это отрасывали вот. Тоже лист я не обшмыгивал осенью. Вот, посмотрите, веточки все зелененькие, все целенькие. Ну, это вот как эксперимент. Почему? Потому что так у нас персики растут один там, другой там. Вот, ты бегаешь осенью, укрываешь по всему участку, как-то в разнобой. Вот, и что-то я так подумал, ну, а почему бы их не собрать все вместе? Вот здесь у меня вот 5 на 6 квадратик, растут 12 персиков. Вот, и очень удобно. Вот эта крыша снимается фанерная, бока хочешь снимаешь, хочешь нет. Тут вот даже вот они как бы пораньше, вот я смотрю, мы их открыли уже где-то около месяца. Вот, так как тут земля, вот почву она таяла, вон уже такая, все. Вот. Ну вот, уже начали набухать почки, то есть насколько раньше. Поэтому сейчас надо будет осторожненько открывать мне потолок, чтобы они не тронулись преждевременно в рост. Зимой здесь так же, как и на улице, минус 20, но днем была плюсовая. И вот это вот выравнивание, то есть она как бы так сильно не остывала. Вот за счет этого они вот так вот вертикально и очень хорошо перезимовали. Да, просто сейчас, я говорю, это вот у нас экспериментация. Тривен-то это поле экспериментальное. Почему? Потому что сейчас мы будем делать, ну где-то вычитали, где-то сами, своими догадками, будем делать типа карликовые, то есть обрезка будет такая вот, кардинальная обрезочка, чтобы они были где-то высотой не более, ну метр семьдесят, полтора метра. То есть путем обрезки будем формировать дерево персиковое. Или дальше тут будут? Они здесь и будут, да, здесь и будут расти. В этом году на этих деревьях уже будут персики. Вот, так как мы делали в течение лета, делали обрезочку, формировали их, и на их заложили цветочные почки. Так что уже попробуем, это все новые сорта, это североамериканская селекция тут все сорта. А, три сорта только корейских. Это телеверсия журнала «Сады и огороды Приморья». Зрителям и читателям я напоминаю, что в почтовых отделениях, киосках прессы и садовых магазинах появился свежий номер журнала. Для садоводов и дачников, которые все лето живут за городом, материал «Курочка Ряба» едет на дачу. А может и вправду рискнуть и завести пернатых, чтобы не сли яйца? Не знаю, решите ли вы завести кур на даче, а вот супруги Ирина и Алексей Герасименко завели не только кур, но еще и кроликов. А кролики – это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма диетического мяса. Вы это давно знали? У вас неверная информация. Правильный кролик весит в три раза больше. Да, мой хороший. О, какой Майсик, а лапы, посмотри, какие у нас. Лапы у нас какие. Крош, крош. Не-не-не, мой зайчик, никто тебя не обидит. Никто не обидит малыша. Хорошие щечки. Яблочко кушал, он остался еще на шерстке. Любит яблочко, морковочку. У нас здесь живет сейчас 4, но уже ждем мы даже приплод. Вот у нас скоро у Фландера будут детки. Ну, а эти малыши подрастают. Вот этому 2,5 месяца. Вот этому 2,5 месяца. Ну, он сейчас килограмм-килограмм чем-то. А они вообще, это порода новозеландская белая. Они 7,8 килограмм вырастают. На, подержи, я сейчас мальчика Фландера достану. Вы на лапки его посмотрите. Колги нельзя. О, лапочки. Ты посмотри, какие собаки. Мой хороший. Не-не, никто нас не обидит. Нет, я не дам тебя в обиду. Вот мы какие, нам 4 месяца. Мы такие хорошие. Мальчик, ч-ч-ч-ч. Да, 10-12 килограмм. Это мы вот буквально, так скажем, с полгода как заболели, захотели завести. Теперь хотим еще завести баранов. У них уши висят, они красивые. Я, конечно, их на мясо никому не отдам. Во-первых, это маточники. Ну, а уже их детей, то есть мы просто как для разведения кому-то будем отдавать, дарить, все. Вот, а вот убивать нет. То есть кролики это у вас и не мех, и не мясо? Не-не-не-не-не-не. У нас хватает, мы то петушков выращиваем, курочки яйца несут. А это вот для души. Давай, садись. Иди, мой зайдет. Иди, мой маленький. Вот она. Это хан у нас. Вот он на Япске в ноябре родился. Вот это нам препорода понравилась, Белая. Они довольно доброжелательные. Они как кошки. Мы их можем и в дом взять, а не по дому там все потискать, прижать. Хотите узнать, как рассчитать куриный рацион? Правильно посеять морковку, выбрать клубнику? Заходите на сайт sadprim.ru. А прямо сейчас будем учиться черенковать петуньи и бальзамины. Время вообще даже подошло для черенкования цветов. Вот таких, как бальзамин, колиусы. Потому что бальзамины вообще очень туго сходят с семян. Только свежие, когда там сам собираешь, а магазинные очень туго входят. Поэтому вот у меня для этой цели вот есть маточники я вот держу. Есть два способа черенкования. Есть бальзамины, неплохо дают корневую. А вот ставишь в воду их, и вот такая уже корневая система хорошая. И потом по стаканчикам рассаживаешь. Вот. И можно черенковать вот так вот. Такая плошечка. Вот она с землей. Вот. Петуньки можно черенковать. Сейчас вот срезаешь черенок. Вот так его обрабатываешь. Вот. И вот так вот. Это так черенкуем бальзаминный. Вот так вот черенку. Вот у меня петунья вариегата. Тоже уже сколько лет я ее берегу. Сейчас самое время ее черенковать. Тоже вот срезаем череночек. Вот. Отбираем вот нижний лист. И заметьте, я черенкую без всяких стимуляторов. Почему? Потому что как-то пробовала я со стимуляторами. И получается, может, обратный эффект. Черенок загнивает, все не черенкуется. А здесь даже вот бальзаминный практически 100%. Петунья, ну, процентов вот, особенно вот эта вот пестролистная все вот у меня, вот, она черенкуется процентов 70-80%. То есть выход тоже. То же самое. Так вот череночек. Потом полили. И закрываете вот такой салфановый мешочек. Вот берете и вот так вот закрываете. И вот так она, это, через пару недель у вас уже будут готовые череночки. В этом году вот у меня вот новый этот пестролистный варегата белого цвета. А оно зато лист очень красивый. Бальзамин, за что люблю, во-первых, практически не болеет. Цветение, как зацвел, вот он у вас с таких зацвел, и все. Он не прекращается цветение, не прекращается до мороза. Название следующего сюжета – любовь и голуби. Главные герои которого – Ирина Алексей Герасименко. А еще голубь Гриня и его многочисленные сородичи. Для души разводим голубей. Мечта, мечта детства. В детстве их держал. Только раньше была на первом месте любовь и голуби, а сейчас голуби и любовь. Ну как, вот такую красоту, Гринечка, иди сюда. Такую красоту как держать? Это как люди держат рыбок, птичек всяких там это. Кто-то марки собирает, кто-то это. А тут вот люди занимаются. Гринюшка, иди ко мне, иди, мой маленький. Вот этого я выкармливал в сортах. Это маленький птенчик был, который. На, на. Это Любинчик. Это Гриня. А почему Гриня? Он тут его обижали, и голубь так ему, тут всю голову склевал, перьев не было. И он был на грифа похож. Голая шея, голый. И этот, ему Гриня, 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 Гринь, Гринь. Ну и вот он так, все, он меня за свое считает. Я вот иду, все, он летит ко мне на это, садится. А кормил его так, он на плечо сюда, и мне вот в рот я набирал зерна, он клевать же не мог. И я вот в сортах его выкармливал. А вот его мама, вот она ходит, которая бросила его. Это все породистые голуби. Да, мама, я красота. Вот это породистые все, конечно. Это вот узбеки. Это где у нас Мэри была здесь где-то. А, вон, вон, наверху, вон она, красивая какая. У нее голова вся этим закрыта. Павлины у нас здесь. А вот какой красавец павлинчик. А, да. Я их пионеры называю. Белый верх, черный низ. Да, да, пары долговечные. Долговечные, но это не мешает. Если голубка сидит на яйцах, голубь идет и начинает варковать перед другой. Есть такое, сходить налево. Не сходить, а слетать. Слета, да, 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 есть такое. И потом, честным видом, идти менять голубку, садиться на яйцах. Да, я тут погулял рядышком, да ничего страшного. Поварковал. Ну, идет, меняет ее. Ну, тоже есть. Вот у нас вот эти черные павлинчики, все. Он такой отец был более, чем голубка. Она такая, можно сказать, ветреная. А, там, покормила, не покормила, а тот нет. Только поел, смотрю, все, уже на гнезде, уже кормит кенцов. А она более такая была. И наоборот есть. Блинечка, все, все. Смотри, скоро взлетать не сможешь. Ага, все, иди, 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 иди. Вот она в гнезде сидит. Вот она. А сейчас она будет защищать свое гнездо. Ну, да, ну, вон, вот и яйца. О, да, 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 не трону я, не трону. Вот яички, вот она защищает. Все, 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 все. Не буду, не буду я трогать. Иди, иди. Тут цыплята, цыплята. Угу. Папа черный, мама белая. Они вот, оба будут беленькие. Носатенькие такие. Да. Это сколько им? Им две недели. Ну, они позже, чем цыплятки начинают перышками обрастать, да? Ну, в принципе, да, да. Цыпленок тоже суточно, уже сам клюет, все, а этот суточный такой там страшненький. Ну, все, 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 все. Что, кушать? Сейчас родители придут, покормят вас семечками. Да, 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 не пищи. Такое у нас хозяйство, так что некогда нам скучать. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok